Ну, что я могу сказать за эти 8 дней пути? Было интересно. И так, утро какого? Восьмого дня, в общем, ночью, как и прогнозировалось, пошел дождь, поэтому мы сейчас спешно сворачиваем лагерь и мы решили не мучиться и ничего не варить в горелках, прям в палатках. Мы решили доехать до Шимска и где-нибудь на остановке по-бомжовски забомжевать, сварить все там и там же и под Африкой. Поэтому сейчас сворачиваемся и продираемся через прекрасное, вчера, поле. Сегодня оно будет, я думаю, менее прекрасно, оно сюда капало, здесь вот попало. В общем, вот так пока заканчивается наше путешествие. Путешествие, вон там эльмень, над ним летают. Все, они обосрали мне палатку эти чайки ночью. И не вытерли, даже я так не делаю. Так, собрались, идем. Надо пройти пару километров по скользкой глиняной дороге, поэтому аккуратничаем и идем кешокиком. Ну, вот так вот и едем. Мокро. Сабинар седний, у него нет дождевика. Вот такая мутненькая река Шулонь и мост через нее. Все, мы приехали в Шимск. Сейчас надо как-то где-то поесть, все-таки найти место. Вот. Сейчас купим водички и как-то где-то будем что-то искать. Мы затусили под Шимском АЗС. Здесь есть крытый небольшой такой навес. Здесь есть навес со столиком и с урной. А значит здесь мы, в принципе, бессовестно разожгли джетбойл наш. Китайский. На заправке. Да, на заправке. Вот здесь же курит, значит можно жечь. Логично? Логично. Мы считаем, что все правильно сделаем. Крайне мере, пока что никто не выбежал и не орет на нас. Хотя камера одна на нас практически смотрит. Так что вот. Сейчас мы будем здесь есть. Пить. А дальше будем мокнуть. Опять. Макс призывает меня пилить контент. Итак. Для начала. Мы достаем пакет. Нет, подождите. Вот этот. Пакет. Арсений, ставь ногу. Ставь, ставь. Любую. Любую. Без разницы. Берем пилу. Начинаем пилить контент. Контент-то не пилится. Смотрите, подожди. На, подержи. Пили контент. А что тут пилить контент? На дороге? Вот. Дождь немножко утих. Мы вроде как приближаемся к Новгороду, пройдя через какой-то непонятный портал. Потому что когда мы выезжали из Шимска, до Новгорода было 50 километров. Мы проехали 20 километров. И по логике должно было остаться 30. Но на самом деле, за 5 километров до этой остановки мы почему-то увидели знак 25 километров до Новгорода. То есть, где-то тут есть разрыв во времени и пространстве. Вот. Вот и весь контент. Нам надо ехать! Надо не ехать. Потому что ты человек... Эй, Лен, ты идиот! Шел восьмой день. Мы сходили с ума как могли. В общем, пока ребята тут немножко разоблачаются из своего дождевого облачения, к нам подъехал местный абориген. Лет, наверное, шести. Да какие шести? Восемьми. Может и восьми. В общем, такой небольшой мальчик на каноничном стелсе детском посмотрел на наши велосипеды. Сказал, красивые у вас велики. А вы, говорит, тренируетесь, наверное, да? Она говорит, да нет, путешествуем. Он такой, а у вас, случайно, лишнего шлема не найдется? Я говорю, нет, у нас шлем только один, он на мне. Он такой, а у вас, говорит, почему нет шлемов? Я говорю, я тоже их постоянно спрашиваю, на что мальчик заключил? Ну, они, наверное, не специалисты. Так что, по мнению великонавгородцев детей, я специалист, а они нет. Мальчик, еб твою мать! Засим мы в Новгороде. Уже движемся к вокзалу. Сейчас сюда мы приедем, купим билеты. У нас останется немножко времени погулять здесь, пока нет дождя. Короче, билеты куплены, все ништяк. Мы благополучно приехали в Великий Новгород, закупились в ресторане спортивное питание Макдональдс, а теперь Виктор дрессирует местных кремлевских воробьев. Кремлеботы. Да-да, вот так выглядят кремлеботы. Продолжительность прогулки и в Курске один час. Здорово, пожалуйста, увидел вас. Получилось, что наша поездка, она была не про города, а именно про такую природную красоту. Да некоторые природные красоты, правда, добираться было очень больно, грустно и обидно. Ну, это на самом деле такое удовольствие второго типа. То есть, ну, вот вроде было плохо, было грустно, мы страдали, а на следующий день так с тобой думаешь, блин, а хорошо-то было на самом деле, вот красиво же вообще. Единственное, все это, конечно, наивает большую грусть. То, что мы видели огромное количество мертвых деревень. Мы, собственно, пообщались даже с их жителями. Но, тем не менее, вот так проезжаешь, смотришь на все эти избы с резными наличниками, которым там минимум по 100 лет. То есть, вся вот эта вот именно такая русская материальная архитектурная культура. Вот, и, к сожалению, она находится в таком упадке. Так что, вот, даже не знаешь, как бы, где, что лучше. То есть, дорога хорошая, да, посмотреть там нечего, только в асфальт. Дорога плохая, зато есть что посмотреть. Ну, наша цель экспедиции «Сток Волги», ну, это вот, что называется, господи, а разговоров-то было. Потому что, ну, река и река. Добраться сложно, смотреть, честно говоря, нечего. А так, что, это, мол, был, получается, первый велопоход. Причем настолько первый, что у меня даже-то особо не было опыта в ПВД. То есть, вот наш неудавшийся ПВД не состоялся. Ну, я там проехал, получается, два дня подряд большое расстояние. Поэтому немножко опасался, как я выдержу, вот, восемь дней. Ну, как выяснилось, абсолютно нормально. Жрал витаминки, все замечательно, ничего не болело. Седло Брукс спасло попу, витаминки спасли ноги. То есть, вот сколько мы проехали, там, получается, порядка 800 километров. Никаких проблем, то есть, ни ноги, ни руки, ничего не болит. Вот этот человек, между прочим, храпит громче всех. Доказательств нет. Нет, я не слышал. Возможно, конечно, это фантомный храп, но то, как я стою раньше всех, я точно локализовал, как бы, источники. Виктор храпит не так громко, как Макс. Ну, да ладно. Суть, в общем, в том, что я вполне замечательно все отъехал, как бы, несмотря на то, что я, мягко говоря, не в той физической форме, которая положена иметь настоящему велотуристу. Суть такова, я замечательно отъехал. Проехал, все хорошо, ничего нигде не отвалилось, велосипед вообще вел себя выше всяких похвал. Я за него переживал, но ничего, он нагруженный грузом и мной, вполне прекрасно функционировал. В нем ничего не отвалилось, как бы, несмотря на все условия, в которые он попадал, то есть, несмотря на все эти песок, потому что, когда мы ехали по этим грейдерам, я просто слышал, как у меня в каретке хрустит песок. Ну, ничего, выехали с грейдера, каретка все перетерла, и все снова замечательно. Вот, переключатели переключают, хотя они там завивались травой, грязью. То, что у нас велосипеды ночевали постоянно под дождями, потому что у нас, по-моему, только в первую ночь не было ночи, когда не шел бы дождь, все остальные ночи у нас дождило. Ничего, все прекрасно. То есть, велосипед справился. Вот, что, хорошее путешествие, мне понравилось. Вот, как я уже говорил, что есть два типа удовольствия. Одно нравится сразу, другое нравится несколько постфактум. Вот, и это прям вот самая была яркая иллюстрация удовольствия второго типа. Как бы я не был деморализован и демотивирован. Вчера, на следующий день все было хорошо. Могу сказать, что байкпакинг это херня полная. Только велоштаны. Байкпакинг ваш говно. Вот так сломается кто-нибудь, допустим, да? Надо разобрать, чтобы человеку легче было ехать. Что бы вы делали, если бы я сломался? Что бы вы делали с моими велоштанами? Ничего, оставили бы тебя где-нибудь там на гридере. Да, и велоштанами бы прикрыли. Да. Я же говорю, байкпакинг, б***ь, оружие эгоиста. Вот и все. Начнем с того, кстати, что, во-первых, мы ехали вообще, как бы, по байкпакингу был только я. Фактически. Макс был по тому, что называется евро-туринг. То есть, вот этого два баола с перьями. Ну, а Вильтро у нас был в классическом русском велотуризме. То есть, с велоштанами. Тут просто разница подходов. То есть, вот у меня я специально покупал легкую снарягу для того, чтобы ее как раз упихивать в байкпакинг. И спойлер, у некоторых из приобретенных мной предметов я дико разочаровался. Палатка у меня с Алиэкспресса сверхлегкая, полтора килограмма. В ней, как бы, вообще никаких вопросов. У нее есть только один минус. Она не самостойкая. То есть, если бы мы ночевали на каких-нибудь гранитных скалах, я бы немножко обломался. Тем не менее, вот мы, так сказать, из сложных условий ночевали в Хлебалове. Я, кстати говоря, не упомянул, это была самая прикольная ночевка, потому что просыпаться в окружении сказочных персонажей, и я даже не про них. Почему это сейчас обидно было? Там, прикол в том, что там нужно было поставить палатку в беседку. И у этих-то двоих палатки самостойкие, поэтому им как бы не нужно крепление. У меня, к сожалению, суть палатки в том, что она для облегчения сделана на одной дуге и на консоли, которая на эту дугу вешивается. Соответственно, мне обязательно нужно растянуть два колышка. Но ничего, я, в принципе, вбил в щели между полом и поставил. Вот на граните бы так не вышло. Поэтому, к сожалению, единственный минус этой палатки, то, что она требует обязательно мягкого грунта. Ну, а так как у нас, в принципе, весь грунт был мягкий, остальных в вопросах без проблем. Ничего не намокало, все дожди переносило. Вот сегодня был сильный дождь, вообще все прекрасно. Я, конечно, упаковал ее абсолютно мокрую, но сам я нигде ничего не промыл. Мой надувной коврик, опять-таки, все хорошо с ним, все замечательно, мягко, тепло. А вот спальник скотина, это, конечно, такая подстава, потому что у китайцев, на самом деле, на Алиэкспрессе написано было, что у него температура комфорта 15. Так вот, нифига. Это было написано у них на сайте, ну, на самой странице Алиэкспресса. На самом же спальнике город написано, что температура комфорта 22 градуса. А вот 15 градусов, это уже такая, типа, пограничная температура, а 8 градусов, это уже, типа, все, трындец, ты можешь околеть. И, собственно, да, первые ночи было хорошо, были теплые ночи, я спал в одном нижнем белье, было замечательно. А вот, к сожалению, чем дальше, тем холоднее, поэтому мне приходилось надеть на себя вообще все. И пришлось даже купить шерстяные носочки. Шерстяные носочки меня спасли. Шерстяные носочки, это круто. Шерстяные носочки очень важно. Причем говорил же, возьми шерстяные носочки, я не шучу. Нет, все равно подумал, что я шучу. Вот, и вот в этом предмете я реально разочаровался. Подвести о том, что 600 грамм, ну, блин, лучше бы я тащил с собой килограмм, и погарантированно бы спал в тепле. Ну, вся остальная снаряга не подвела, все остальное, все хорошо. Подытожу, мы доехали до Новгорода, сейчас мы немножко почилим и поедем на поезд. На поезде мы приедем обратно в Петербург, и на этом тур к истоку Волги и обратно будет завершен. Полностью и бесповоротно. Так что, всем спасибо, кто нас отсмотрел, кто дотерпел. Как обычно, лайк, подписка, бубенцы. Ну что ж, все, вокзал, ласточка, велосипеды готовы. На всякий случай закуплены мусорные большие пакеты, чтобы упаковать велики, если попросят. Так что, все, едем.